Домашний кролик Самыми крупными считаются представители породы фландер. Братцы-кролики размером с небольшую собаку теперь появились и в Самаре. Это с виду безобидное ушастое создание может слопать ваш годовой запас морковки и глазом не моргнуть. В Самару привезли гигантских кроликов-фландеров. Длину они достигают 70, а то и 80 сантиметров, а весить могут аж 10 килограммов. Но в быту они совсем не прихотливы, так что на Западе их часто завозят в качестве домашних питомцев. Кролики особого ухода не требуют. Главное, чтобы у них клетки были чистые, чтобы вода постоянно была в поилках. Кормим мы их всех комбикормом и сухим сеном. Отличительные признаки породистого фландера – большая голова и плотные широкие уши. К тому же характер у них замечательный. Зверьки очень спокойные и умные. Но носить их на руках не стоит. У фландеров очень мощные задние лапы. Если такие гиганты выпрыгнут из объятий, мало не покажется. Вике Цыгановой взглянуть на жизнь по-новому помог огромный пес породы Каны Корса по кличке Плутон. Вскоре у певицы появилась еще одна собака. В обязанности сторожевых псов входит охранять двор, а также его хвостатых обитателей – кошку и трех козочек. Ну, Плутоша уже взрослый мужчина. Да, вот он, хороший-хороший. Нам и семь лет исполнилось. В моей жизни первая собака. У меня никогда не было собак. И вот с ним я, так сказать, мир еще увидела по-другому. Другими глазами взглянула. Я понимаю теперь собачников, которые могут без конца разговаривать про своих собак и рассказывать, какие они уникальные, какие они друзья. Белочка, смотри, что я тебе принесла. Смотри, моя хорошая. Она у нас тоже артистка, она любит сниматься. Так, Плутон, фо! Иди на место. Вот это тот мальчик проявляет интерес недюжий. Плутоша, уйди. Яблочко, яблочко. Белла скушает яблочко и даст нам хорошего, вкусного молочка. Моя красавица. Вот она, моя зизи. Зизи, моя сладкая. Дюня, моя девочка. Она у меня жила несколько дней и лечила лапки. Они такие ручные. Да, да, мой сладкий. Да, моя девочка. Вообще, надо хозяйство свое держать. Иди быстро, 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 моя собака. Ах ты мой радостный. Ну, ему три года, он еще молодой. Молодой. Но с Плутоша они враги номер один. Зашивали их 10 раз и того, и другого. Уже все, плюнули и развели их. Ой, все, радость. Комсомолка принесла радость. Ой, моя Фрося, ну, мяско будешь кушать? Ну, моя девочка. Ну, Люля, вот, вот. Фрося у меня старожил, ей 17 лет уже. Она у меня уже такая девушка взрослая. Столько котят она родила мне. Я у нее роды принимала всегда. Просто этот молодой может флортик ее покусать. Ну, ты встань хоть, покажись, какая ты красивая. Как ты хорошо выглядишь у меня. Какая ты красотка. Вот она, красотка. Да, моя красавица. Вот такие кошки приносят счастье. Трехцветные. Необычный талант у 4-летнего Ара по кличке Рома открылся 2 года назад. Тогда он впервые предсказал туристам, каким будет их отдых. И вот теперь ни одно путешествие не обходится без его совета. Саратовчане пишут на листочках страны, а Рома выбирает оптимальную. За свою недолгую карьеру птицы Оракула он уже успел предсказать беспорядки в Египте и ураганы в Нью-Йорке. Теперь поклонников у Пернатова хоть отбавляй. В прошлом году мы пришли сюда с друзьями, выбрали путевку в Индию. Я спросила шуточно у попугая Ромы, да, стоит ли мне вообще ехать. В итоге друзья мои поехали все-таки в Индию на неделю. Я выбрала путевку на Гуа, там познакомилась с своим молодым человеком. Мы сейчас до сих пор встречаемся, а друзья просидели в Индии целую неделю под дождем. О том, как птице удается предсказывать будущее, хозяева Ромы сказать затрудняются. Наверное, чудо. Но уверяют, что на предсказаниях одних отпусков останавливаться не собираются. Через год Роман будет предсказывать Олимпийские игры в Сочи. Саратовские любители животных решили показать горожанам, как не сладко живет со зверям в местных лесах. Всюду окурки, банки и даже стекла, лапе некуда ступить. Переодевшись в зайцев и лисичек, саратовцы взяли в руки грабли и за несколько часов вывезли из леса полсотни мешков с мусором. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин